Салют Какие китайские рогатки Что они такие-растакие Ну, вкратце Есть действительно профессиональные рогатки Звучит это жутко Странно Фраза профессиональные рогатки Но таковые действительно существуют Китайские вот эти рогатки К ним совершенно не относятся Это просто кусок металла Резинки Ну и собственно да, это рогатка Она работает как рогатка Здесь еще зачем-то поставили компас Ну, не знаю зачем на самом деле Но тем не менее, да То есть это просто кусок металла Здесь рукоятка покрыта Какой-то нитью Нить эта местами вот так может выглядывать И топорщится резинки Все это фиксируется По принципу Внутри находится шарик То есть вот, чтобы он не вынимался Вот так вот это выглядит Три резинки в принципе неплохо Какая-никакая Есть вариативность Что если одна оторвется То две остальных останутся Как она работает? Работает она точно так же Как и любая другая рогатка Которая была в вашем детстве Я думаю Объяснять суть Как чего здесь абсолютно не надо Весит Ну, наверное, около Не знаю, может быть В районе 100 грамм Может быть меньше Ну, то есть Она достаточно ощутимая Она полностью летает Здесь какой-то волчара нарисован Здесь вот компас Зачем-то Ладно Окей Рогатка да рогатка Прикольная штука Она стоит недорого Вообще интерес Таких вот рогаток Ну, не именно Я имею ввиду Вот этой китайской А вообще Заводских рогаток Интерес, наверное, в том Что можно, например, там Рыбакам Закидывать приманку Вдаль, да То есть Прикормку какую-то Для рыбы Что-то такое Осуществлять Где-то Я так понимаю Что с рогатками Чуть ли не охотятся И всякие Подобные вещи делают Ну, для меня Это из области фантастики С моими-то Руками И В общем Максимум Что мы развлекались В детстве рогатками Это Стреляли по Мишеням Вот Кто-то по бутылкам Кто по чём А по сути Ничего сложного Просто то, что сразу Всё в комплекте Всё готовое И Она Хорошо тянется Не выскакивает Держится нормально Очень 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 Неплохо Ну и стоит там Две копейки Абсолютно Адекватная цена Вполне Хочется, конечно, ещё дешевле Но и так она что-то стоит В районе По-моему, четырёх долларов Что-то такое Вот в нагрузку Можно её взять Что я и сделал Упаковка пришла Вся жутко мятая Тут непонятное существо Сзади На картинке Я так и не понял Что это Кролик Дракон Морское чудовище Или что это за фигня Без понятия Ну, короче Вот такая вот Китайская рогатка Теперь у меня есть Представление о них На картинке Они выглядят Гораздо лучше Нежели Когда ты их Получаешь В жизни Ну, что платишь Что и получаешь Короче, это правило Работает как всегда И Вот Второй девайс Сейчас будет До смешного Да Это Прицел Коллиматор Ну, естественно Это реплика Естественно Этот прицел Можно использовать Разве что На Страйкбольных Игрищах На страйкбольном Оружии То есть Это, я думаю Ясно и понятно Всем Они стоят Недорого Такие прицелы Может быть Кто-то на воздушку Себе установит Что-то подобное И они больше Несут Декоративную Функцию Мое любопытство Все-таки Сыграло Вверх Потому что Толку от них Естественно Никакого Ничего И никак Но тем не менее Его можно Настроить Как-то там Что-то Пристрелять И прочими И прочими Вещами Заняться В общем Что идет В комплекте Батарейка Ключик И Вот такая Вот Тряпочка Для протирки Батарейка Кстати Не совсем Формат Она Форм Фактора 16-20 То есть Она немного Меньше Тех Литиевых Батарей Которым Мы привыкли Те чуть-чуть Больше Это Это меньше То есть Не знаю Надо будет Отдельно Докупать Как всегда Работает Подобный Элемент В подобных Оптических Приборах В кавычках Оптических Приборах Не так долго Как нам хочется Но тем не менее В общем Это расходник Это надо будет Докупать Отдельно Сам Коллиматор Ну Крепление Я думаю Вы понимаете Под что Объяснять Здесь не надо Под Планочку Вот Ничего В нем Ну вообще Абсолютно Ничего Нет Я решил Взять Вот такого Закрытого Типа Решил Просто Посмотреть Вот он Стоит Две копейки Грубо говоря Да Относительно Нормальной Оптики Которая К сожалению Вообще Не продается Не продается Нигде И Стоит Там Очень Дорого Ей Пользуются Только Какие-то Профессионалы Или Коллекционеры Ну Ладно Это Другая История Я к тому Что Смотрите Стекло Какое-то Мутное Я думал Вначале Что это Пленка Здесь Наклеена Думаю Наверное Пленочка Наверное Можно Думаю Снять Пленочку Вот эту И станет Все ясно И хорошо То есть Отсюда Смотрите Просветление Прям Зеркало Какое-то А отсюда Просто Муть Мутная Вообще Ужасная Мутная Муть И Ну Это Не пленка К сожалению Как-то Ее не царапай Вот Ничего Не происходит Максимум Что-то там Стирается Какое-то Покрытие Больше Царапины Остаются И Ничего Абсолютно Не знаю Может ее Помыть Может быть Ее помыть Надо Может быть Надо Этой Тряпочкой Взять И Тряпочку Кстати И не доставал Вообще Ни разу Я без понятия Что там Китайцы Кладут Но В общем Это какое-то Покрытие На стекле Которое Сейчас Вот вы видите С легкостью Стирается Может быть Это был Какой-то Антиблик Но он Явно Нанесен Не по нужной Технологии Он просто Мутный Мутнейший От него Все просто Отвратно Короче Вы видите Вот оно Вот оно Качество О чем Дальше Говорить Ладно Это стеклышко Я отполирую Наверное Теперь Самое Главное Страйкболисты Оценят Такой Девайс Потому что На привод Его если Прицепить Вполне Играть С таким Вполне Себе Можно Отлично Это хорошо Устанавливаем Батарею И Здесь Режим Только Точка Вот вы Включаете Вы можете Менять Яркость Но она Естественно Не такая Огромная Это Она вот такая Маленькая Вы ее видите Миниатюрная Это просто Расфокус У нас здесь Зеленая Марка И Красная Марка Соответственно Красная Марка Используется В темное Время Суток Зеленая Марка В светлое Время Суток Это Если Вы не Знали Подстроечники Все Можно Там Пристрелять Ваш Привод Или Вашу Воздушку Куда Вы Там Решите Такую Штуку Откнуть Ну Это Так Декоративная Игрушка Не Забывайте Об этом Если Есть Охотники Которые Решат Ставить Такое На Охотничье Ружье Ну Я думаю Что это Делать Не стоит Он Развалится После Нескольких Выстрелов Да и Все Все Внутри Сломается Развалится И все Вот Такое Вот Замечательное Покрытие Не знаю Что это За покрытие Оно Очень Мутное Оно Белесое И это Не Пленка Оно Счищается Ногтем Но При этом Это Не Пленка Это Не Что-то Такое Я показывал Как-то Открытого Типа Вот он Гораздо Лучше Открытого Типа Коллиматор Вот Хоть и Дешевый Тоже Но Он Хотя бы Работает В разы Лучше Там Несколько Марок Имеется Не просто Точка Несколько Марок И т.д. Здесь же Просто Абсолютная Игрушка Я Наверное Знаете Просто Ставлю Ссылку На страницу Где Таких Игрушечных Оптик Очень Много И вы Сами Там Себе Посмотрите Что-то Выберите Для своего Привода Либо Может быть Для своей Воздушки Если вам Надо Вот Либо Я не знаю Если вы Играете В какие-нибудь Войнушки Друг с другом Но не Страйкбольные А например Вот Вот эти Модные Пистолеты Из пластика Которые Стреляют Пластиковыми Пуликами Вдруг на них Тоже Что-то Такое Можно Поставить Вдруг на них Тоже Планочки Есть Вот Можете Для каких-то Реконструкций Для какого-то Страйкбола Для чего-то Такого Вот это Еще Куда не Шло Ну Выглядит То оно Так Издалека Для человека Не посвященного Возможно Какой Мега Девайс Но По сути Является Игрушкой И здесь Ничего не Поделаешь Стоят Такие Прицелы В районе Там Я не знаю 15 20 25 Долларов Плюс Минус Ну Там Где-то Чуть Они Получше Выполнены Конструктивно Где-то Чуть Похуже Конструктивно Выполнены Но Суть Остается Ровным Счетом Та же Вот Ну И Я Рассказывал В предыдущем Ролике Про Оптику Да Как Это Чего Работает Поэтому Здесь Я повторяться Не буду Кому Интересно Пожалуйста Посмотрите Мой Предыдущий Ролик Про Коллиматорный Прицел И Там Все Узнаете Всю Историю Как Чего Это Работает Почему Что И Как Ну А на этом Все Ставьте Большие пальцы Вверх Если Вы Это Еще Не Сделали Вот Делитесь Видео С друзьями Подписывайтесь На канал Жмите На колокольчики Ну И Конечно Выбор Как Всегда За вами Никого Не Слушайте Перепроверяйте Все Миллион Раз И Уже Сами Осознанно Делайте Тот Или Иной Выбор За вас Его Никто Не Сделает А я С вами Пока Пока